Дорогие друзья! Виртуальную или настоящую прогулку, где расскажем о пяти памятных местах боевой славы, расположенных в австрийской столице. В Австрии бережно охраняют их, как и остальные 300 с лишним советских воинских захоронений и памятных мест, связанных с историей Второй мировой войны. Так австрийцы не только выполняют условия государственного договора со странами-союзниками антигитлеровской коалиции, но и остаются верны памяти тех, кто освободил их страну. Памятник советским воинам, погибшим при освобождении Вены, воздвигнутый на площади Шварценбергплац. Он был открыт уже через четыре месяца после освобождения Вены Красной Армии, 19 августа 1945 года. Авторы памятника – скульптор Микаэл Интезарьян и архитектор Сергей Яковлев. Строительными работами руководил инженер-майор Михаил Шейнфельд. Мемориал – это 12-метровый постамент с монументом воина-красноармейца в шлеме золотого цвета. На груди у него ППШ – пистолет-пулемет Шпагина. На мраморе памятника высеченный приказ Верховного Главнокомандующего в связи со взятием советскими войсками Вены от 13 апреля 1945 года и имена 52 участников Венской наступательной операции. Сергей Владимирович Михалков, находящийся в командировке в Вене в качестве корреспондента «Сталинского сокола», является автором таких строк на памятнике. Гвардейцы, вы честно служили отчизне, от стен Сталинграда вы к Вене пришли. Для счастья народа вы отдали жизнь вдали от родимой советской земли. «Слава вам, храбрые русские воины! Ваше бессмертие над вами встает! Доблестно павшие! Спите спокойно! Вас никогда не забудет народ!» К моменту сдачи, мемориальный комплекс на Шварценбергплац выглядел несколько иначе, чем сегодня. Тогда там находились две могилы советских солдат и боевая 32-тонная самоходная установка Су-100, которая сегодня хранится в Музее военной истории в Вене. Эксгумация останков советских солдат в парках и на площадях Вены началась в октябре 1956 года. 18 октября 1956 года на центральное кладбище были перенесены надгробные памятники с Шварценбергплац, днем позже останки похороненных там красноармейцев. 6 апреля 1945 года советские соединения пробились на окраины современной Вены. Вена в границах апреля 1945 года занимала гораздо большие площади. 13 апреля Вена была полностью освобождена войсками 3-го Украинского фронта. Венцы встречали бойцов Красной Армии как освободителей. Безвозвратные потери в ходе Венской стратегической наступательной операции 16 марта 15 апреля 1945 года составили более 38 тысяч наших солдат и офицеров. 9 июня 1945 года была учреждена медаль «За взятие Вены», которой было награждено более 268 тысяч советских воинов. Этот мемориал – символ благодарной памяти воинам-освободителям. Субтитры создавал DimaTorzok Центральное кладбище Вены. В апреле-майе 1945 года на Центральном кладбище Вены находилось как минимум 5 мест захоронения советских граждан и одиночные могилы погибших солдат в разных частях кладбища. Перестройка главного захоронения, там, где оно находится сейчас, началась с конца июня 1945 года. Прежние могилы и могильные камни были убраны. Как минимум две могилы с капитальными надгробиями исчезли. Официальное открытие советского воинского захоронения состоялось в присутствии представителей армии союзников 10 августа 1946 года. На момент открытия было установлено более 600 могильных камней. Единое советское воинское захоронение военнослужащих и граждан СССР на Центральном кладбище разбито на 6 секторов. Количество похороненных на советском воинском захоронении превышает 3000 человек. Точное количество назвать нельзя, так как нет данных о количестве захороненных в братских безымянных могилах. 22 июня 2017 года по инициативе российского военно-исторического общества у ворот номер 10 Центрального кладбища был установлен монумент, где было обнаружено захоронение с останками 198 советских граждан. Это черный с золотом обелиск авторства скульптора Дениса Стритовича. Стелла возвышается на 3 метра 60 сантиметров и украшена стилизованной звездой на вершине и надписями на русском и немецком языках. Здесь покоятся советские военнопленные, погибшие в 1941-1945 годах. И никто не забыт, ничто не забыт. Там же, у ворот номер 10, находится место захоронения погибших советских военнопленных. Оно было утеряно на многие годы, и лишь в 1980 году в результате подкопа было установлено, что там находятся останки советских военнопленных. Это подтвердили и документы военного времени из земельного архива Вены. Исследовательский центр памяти после обработки многочисленных документов из различных установил и имена 183 погибших. На центральном кладбище захоронено 10 героев Советского Союза. Один из них – постный Алексей Владимирович. Командир 1144-го лёгкого артиллерийского полка 170-й лёгкой артиллерийской бригады 19-й артиллерийской дивизии майор Постный погиб 12 апреля 1945 года в боях при освобождении Австрии. Похоронен в братской могиле в районе Фольксгартен города Вена, а в 1956 году перезахоронен в мемориальном комплексе на центральном кладбище Вены. Мемориальная табличка 1945-й доблестным советским гвардейцам-воздушным десантникам благодарны жители Вены. В 2010 году на имперском мосту в Вене была установлена гранитная доска с бронзовым медальоном, изображающим штурм переправы 13 апреля 1945 года. Памятная доска располагается на правой опоре имперского моста со стороны церкви Франциска Осидского. Имперский мост, соединивший старые и новые города, появился в 1872 году. В ходе штурма Вены в начале апреля 1945 года все мосты через Дунай в районе города были взорваны, кроме имперского моста. Он связал немецкую группировку в восточной части Вены с западной. Мост был заминирован и подготовлен к взрыву. Его уничтожение серьезно затруднило бы дальнейшее продвижение советских войск. 11 апреля 1945 года героическими усилиями был высажен тактический десант Дунайской военной флотилии по захвату стратегически важной переправы в Вене. Мост был оперативно захвачен. Мины на нем обезврежены. После ожесточенных боев сопротивление врага удалось переломить лишь в ночь с 12 на 13 апреля, когда по занятым противникам кварталом к мосту, окруженному лучшими частями немецкой армии, прорвался воздушно-десантный батальон из состава 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Передовой отряд батальона скрытно под настилом моста перебрался на другой берег Дуная и, уничтожив оборонительную линию противника, удерживал мост с помощью подошедших бронекатеров до подхода основных сил советских войск. В ночь на 14 апреля Вена была полностью освобождена. Бой за имперский мост с ночи 12 до утра 13 апреля стал одним из значимых венской наступательной операции. Удержанный советскими десантниками имперский мост остался единственной сохранившейся переправой через Дунай в австрийской столице. Благодарность за сохранение моста по инициативе жителей Вены в 1946 году его назвали Мостом Красной Армии. В 1955 году советские войска покинули землю Австрии, а в 1956 году самому известному мосту Вены было возвращено его довоенное название Имперский. Субтитры создавал в котором находились более двух тысяч человек в основном граждане СССР и Польши в 2018 году была открыта мемориальная доска. Инициатором установки мемориальной доски стала Федеральная ассоциация австрийских антифашистов борцов сопротивления и жертв фашизма. Надпись на мемориальной доске на месте концлагеря Флорисдорф. В этом месте находился концлагерь Вена-Флорисдорф, внешний лагерь концлагеря Маутхаусен, в котором с 13 июля 1944 года до 1 апреля 1945 года эксплуатировался труд более двух тысяч заключенных. «Никогда не забывать». Труд заключенных использовался на предприятиях по производству аккумуляторов для подводных лодок, деталей самолетов и другого вооружения. Эвакуация лагеря Флорисдорф началась 1 апреля 1945 года с приближением советских войск в Вене. Маршрут марша смерти проходил через Хинтербрюл и Штайр. Заключенные должны были достичь Маутхаусена 11 апреля 1945 года. Согласно сохранившихся документов лагерного бюро, во время марша 121 человек был убит. 22 пропали без вести. Количество погибших узников лагеря Флорисдорф по имеющимся данным составит 45 человек. Документы, в которых точно указано место их погребения, отсутствуют. Колокол в Венском Свято-Николаевском соборе в Вене с надписью «Дар победоносной Красной Армии Венскому Свято-Николаевскому собору». В период с 1914 по 1945 годы, когда были прерваны дипломатические отношения между Россией и Австрией, Венский Свято-Николаевский собор был закрыт. В 1945 году, после освобождения Вены, храм открыли вновь, а на Звонице был установлен главный колокол с надписью «Дар победоносной Красной Армии Венскому Свято-Николаевскому собору». 13 октября 1945 года находившийся в Вене архиепископ Фотий встретился с Верховным комиссаром по Австрии, маршалом Советского Союза Иваном Степановичем Коневым, который обещал посодействовать в восстановлении храма. Освящение колокола, подаренного храму Советской Армии, состоялось с 5 апреля 1948 года, в день 49-летия храма. В соборе святителя и чудотворца Николая в городе Вене состоялось торжественное освящение и поднятие нового колокола. Новый колокол является знаменательным памятником пребывания в Вене доблестной советской армии. Он отлит из кусков меди, ставшей военной добычей после тяжелых боев за освобождение Вены и дарованных ею командованием русскому храму для отлития из них колокола. Надпись на колоколе гласит «Сей колокол, дар победоносной русской армии собору святителя Николая, сооружен при святейшем патриархе Московскому всей Руси Алексии, при архиепископе Венском Сергии, город Вена, 1945-1947 годы». На колокольне собора уже имелось 9 колоколов, но новоосвещенный колокол весом в 1200 килограмм стал самым могучим. Он находится на звоннице до сих пор.